Я был в размышлениях о причинах, побуждающих человека посещать церковь. Кроме того, что этот человек рожден свыше. Каким образом, друзья, мы можем определить, что решение быть частью церкви, частью поместной церкви, мы приняли осознанно и очень ответственно? По-моему, вопрос этот не столь сложный, так как, считаю, Библия конкретно в своем определении о том, кто такой христианин и что такое настоящее спасение. Об этом мы поговорим. Соответственно, в Священном Писании следующие факторы будут присущими и настоящими в жизни тех из нас, кто по-настоящему спасен и имеет жизнь вечную. Из этих факторов выделю шесть, хотя вы можете добавить намного больше. Первое. Истинный христианин показывает собою, что значит иметь личное отношение со Христом. Писание говорит, это же есть жизнь вечная, да знают тебя единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. сказал Иисус Христос в знаменитой 17 главе Евангелия Иоанна в 3 стихе. Настоящее спасение намного больше, чем признание факта существования Бога. Это практическое знание Бога, которое ведет к полностью измененной жизни здесь на земле и простирающиеся далеко в жизнь вечную. Второе. Истинные христиане пережили настоящий опыт прощения своих грехов посредством жертвы Иисуса Христа и понимания того, что без Христа нет дара жизни вечной. Писание говорит, и он пришедший, о Духе Святом, кстати, и он пришедший обличит мир о грехе, о правде и о суде. Иоанна в 16 главе, по-моему, в 8 стихе написано. Апостол Павел говорит к Ефесянам во 2 главе, ибо благодатью вы спасены через веру. Нет ни одного человека на планете, включая меня, кто был бы спасен от вечной погибели через, к примеру, свой интеллект. В равной мере, скажу, нет никого из живущих на земле, кто спасется по причине того, что он просто посещал одну из многочисленных церквей или вращался вокруг христиан, имея круг своих друзей христиан, или будучи просто хорошим человеком. Человек единожды должен быть лично облечен во грехе Духом Святым, приведен ко Христу. В жизни всех, без исключения, друзья мои, должно быть определенное время для молитвы, молитвы покаяния и принятия Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. И, кстати, единственным Господом и Спасителем назову третье. Истинный христианин Духом Святым получает сверхъестественную уверенность во спасении и прощении своих грехов. Писание говорит, этот самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи, говорит апостол Павел в послании к римлянам в 8 главе 16 стихом. Это не означает того, что у нас не может быть каких-то уныний, возможно, кратковременных переживаний. Но это значит, что мы имеем внутренний мир, которым преодолеваем все встречающиеся трудности на нашем пути и препятствия. Третье. Истинный христианин имеет жажду духовно возрастать и желание беречь себя от греха. Писание говорит, и всякий, имеющий эту надежду на Него, то есть на Христа, очищает себя так, как Он, то есть Христос, чисто, говорит Иоанн в первом послании. Священное Писание говорит о спасении, как о том, что радикально меняет жизнь человека. Четвертое. Истинный христианин ощущает присутствие Божие и слышит Его голос. Это реально. Христос говорил, овцы мои слушаются голоса моего, «Я знаю их, и они идут за Мною». В 10 главе, по-моему, Иисус Христос об этом сказал. Друзья мои, если Господь никогда не говорит моему сердцу, это причина для беспокойства. Если у нас нет желания для молитвы, для чтения Слова Божьего, для общения с народом Божьим, это признак того, что мы не знаем нашего Спасителя. Пятое, следующее. Истинный христианин имеет любовь к Церкви Христовой и к Его народу. Писание говорит, мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев, там стоит запятая, кстати, нелюбящий брата пребывает в смерти. Апостол Иоанн говорит в первой знаменитом послании, в третьей главе. Шестое. Истинный христианин, некогда переживший рождение свыше, ярко помнит момент своего покаяния и обращения к Богу. Написано, «Итак, кто во Христе, тот новая тварь». Древнее прошло, теперь все новое. Апостол Павел об этом говорит во 2 Коринфина, в 5 или в 6 главе. Друзья, кто во Христе, тот новое творение. Кто во Христе, тот новое творение. Мы прекрасно знаем и понимаем того, что я. Новое творение во Христе Иисусе. Наша постоянная молитва со служителями о том, чтобы Его благодать постоянно присутствовала в вашей жизни. Будьте настоящими христианами. Да бласловит вас Господь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова